Как же много в мире выпускается гаджетов. Среди них есть дорогие и дешевые, популярные и не очень полезные и бесполезные. Но есть еще одна категория. Красивые и некрасивые. И об этом мы сейчас и поговорим. Обсудим, какие из них можно назвать самыми уродливыми гаджетами в истории. Глупо спорить с тем, что понятие красоты это вещь очень условная и здесь нет объективных критериев. Например, мне очень нравится, как выглядит Ford GT40, тот самый оригинальный. А кто-то скажет, что это убогая машина, вырубленная топором. Также мне нравится, как выглядит камера iPhone 13. По мне так она выглядит очень даже неплохо. А кто-то скажет, что она ублюдская, что она некрасивая и что вообще недостойно делать такие телефоны. Но я с ними не соглашусь. Поэтому перечень, который приведен в этом видео, также является относительным. А в комментариях вы потом сможете поспорить и назвать вещи, которые вы считаете некрасивыми. Или наоборот, поспорить и сказать, что то, о чем я сейчас расскажу, является красивым. Поэтому давайте начинать. Начнем со смартфонов, потому что мы все ими пользуемся и мы все более-менее понимаем, какой красивый, а какой нет. Смартфон LG Optimus V был одной из самых уродливых моделей в истории, потому что он имел очень неправильные пропорции. Такое ощущение, что тот, кто его создавал, вообще ничего не слышал об удобстве пользования телефоном. У него была диагональ 5 дюймов, а ширина телефона 8,5 сантиметров. Он был почти квадратным. Держать его в руках было невозможно. Он был похож на такой недопланшет, очень сильно сжавшийся и скукожившийся на холоде. Но тем не менее, желающих купить его хватало, поэтому абсолютно провальным его назвать нельзя. Но и конкуренции с Galaxy Note он тоже не выдержал. Хотя изначально у него тоже был стилус для того, чтобы делать заметки. И он позиционировался как бизнес-устройство. Но оказался провальным. А среди характеристик 2080 мАч, 8 мегапикселей основной камеры, 1 гигабайт оперативки и 32 гигабайта постоянной памяти. В принципе, для тех времен, для 2012 года, не такие уж и плохие значения. Yota Phone. Конечно, куда же без него. Это очень необычный смартфон, который в свое время предлагал заднюю стенку из электронных чернил. То есть это было что-то типа электронной читалки. На него выводилась информация, энергия не расходовалась. И таким образом можно было либо выводить туда какие-то звонки, смс-ки, выводить туда заставки. И в общем-то это было просто частью корпуса. То есть телефон имел два почти полноценных экрана. Но эта история не выдержала проверку временем. Телефон был дорогой, пока его выпускали, его железо устарело. И идею продали китайцам, которые попытались ее было дело возродить. И даже во втором поколении сделали сенсорный экран. Но все это как-то не взлетело. И было третье поколение. Но потом проект загнулся, и теперь Yota Phone просто нет. Еще два смартфона, и переходим к другим категориям гаджетов. Microsoft Kine. В этом случае так и хочется сказать. Все, кина не будет. Потому что это была очередная провальная попытка софтверного гиганта выпустить какой-то свой гаджет. У них вообще как-то здесь не заладилось. Сюрфейсы более-менее как-то что-то из себя представляют. Но все телефоны, которые пыталась выпустить компания, оказались полным дном. И вот Microsoft Kine был вертикальным слайдером, у которого была QWERTY клавиатура. Но очень маленький экран, диагональю всего 2,5 дюйма. И пользоваться этой пудреницей было просто невозможно. Во втором поколении он вышел уже горизонтальным слайдером. Но результаты это не принесло. И ситуацию это не спасло. Смартфон оказался дном, который был никому не нужен. Кто проживает на диагонах? В начале 2013 года проект был похоронен окончательно. А команда, которая им занималась, перешла на разработку Windows Phone. И не кажется ли вам странным совпадением, что Windows Phone тоже не взлетел? И кстати, об этом телефоне был еще такой Flip Out, который тоже был абсолютно непонятным устройством. Таким маленьким, квадратным, просто пудреницей. Который был, может быть, пробой пера нового телефона, но тоже оказался никому не нуль. Вы, наверное, уже думаете, что этот чувак стоит рассказывать про телефоны, но совершенно ничего не сказал о Samsung Galaxy Zoom. И я исправляюсь. Samsung Galaxy Zoom это был, наверное, самый страшный телефон в истории. Это был, по сути, обычный Galaxy S4, который был не самым красивым, но в целом достаточным. И вот у него сзади выезжал огромный модуль, как из цифровой мыльницы. То есть на него можно было фотографировать достаточно неплохо. У него было разрешение около 15 мегапикселей, оптическая стабилизация, довольно широкий угол обзора. Но в остальном этот телефон, во-первых, выглядел ужасно, а во-вторых, не представлял ничего интересного. Потому что у него было очень маленькое разрешение экрана относительно обычного Galaxy S4. Он работал гораздо медленнее, у него было меньше памяти и вообще это был просто дурацкий телефон. Поэтому закрыли тему и переходим к другим гаджетам. Наручные часы с калькулятором. Наверное, в детстве многие хотели себе такие часы, а у кого-то они даже были. Но их в свое время скупали настоящие гики и фанаты технологий. И, наверное, самыми известными из них являются Casio Data Bank 80. У них была клавиатура, был экран и это были часы с калькулятором. Сейчас это смотрится максимально фриковато. Тем более, что сейчас у нас есть умные часы типа Apple Watch, в которых уже встроен калькулятор. И им не нужна дополнительная клавиатура. Поэтому это тоже отправляем на свалку истории, как самые некрасивые гаджеты. Кофейный столик Retro Beat Mega Table. Это абсолютно непонятное изобретение было представлено на выставке потребительской электроники CES 2017. И представлял из себя такой столик, на котором были нанесены кнопки для управления консолями NES. Зачем это было сделано? Кому это было нужно? Совершенно непонятно. Но вы могли нажимать на разные кнопки в разных местах и тем самым управлять игровой консолью. По-моему, дичь. Ну, в целом, может быть и прикольно, но все-таки это уродское устройство. Но не такой, как Hush Me, который тоже был представлен на CES 2017. Это такой намордник на лицо, который позволяет разговаривать по телефону так, чтобы вас никто не слышал. Гарнитура хорошо, но что вы говорите, слышат все. А Hush Me закрывал лицо так, что никто не понимал, о чем вы говорите. Только выглядело это максимально странно и что-то такое из Темного Рыцаря или из каких-то других фантастических фильмов. Давайте забудем об этих условностях. Солнечные очки Oakley Thumb MP3. Это были первые и, наверное, последние в истории музыкальные очки. Да, сейчас пытаются выпустить что-то подобное, но либо это не выходит за пределы концептов, либо это все-таки поступает в продажу, но это гораздо технологичнее, чем то, что было тогда. Oakley делает неплохие очки, и они действительно качественные. Но попытка совместить их с музыкальным плеером во времена повального увлечения MP3 была обречена на провал. Это был 2004 год. Очки имели память 128 мегабайт и стоили 395 долларов. Но за 399 долларов можно было купить оригинальный iPod на 40 гигабайт и закачать туда дофигищей музыки. Тем не менее, очки перевыпускались вплоть до 2007 года, каждый раз увеличивая объем памяти и свою производительность. Но в эру повального увлечения смартфонами они уже были не нужны. И так они отправились на свалку истории, поэтому давайте забудем о них, они были некрасивые. Бом-фон. Звучит, как будто что-то два раза упало, или как что-то, относящееся к телефонам. Но это не имеет отношения ни к одному, ни к другому. Потому что это гаджет, который был выпущен в 1979 году, когда производители гаджетов извращались как могли и пытались найти какие-то новые решения. Это был шарф, который нужен был для того, чтобы слушать музыку. В те времена накладные наушники были очень большими, и бегуны просто не могли ими пользоваться. В этот шарф были встроены наушники с костной проводимостью. То есть, человек, который находился в этом шарфе, мог слушать музыку. Но, естественно, качество костной проводимости было никакое, особенно в то время. Сейчас его как-то более-менее допилили. Во-вторых, это стоило примерно 70 долларов, а тогда это было дороговато. И поэтому компания JS&Day, которая его выпускала, продала примерно 10 тысяч экземпляров данного продукта за два года. И в 1981 году о нем позабыли и больше не выпускали. Роботы Furby. Вряд ли вы про них не слышали. Но даже если вы не слышали это имя, то вы наверняка их видели. Выглядят они вот так. По-моему, довольно-таки жутковатое зрелище. Этот робот мог реагировать на свет, на прикосновения. В общем, это была интерактивная игрушка. Поначалу он разговаривал на каком-то своем непонятном языке. Потом начал говорить на английском. Чем привел в восторг миллионы детей по всему миру. Но мы же сейчас не говорим о популярности продуктов. Мы говорим о уродливых продуктах. И на мой взгляд, вот это уродливо. Даже часы Neptune Pine выглядели симпатичнее. Этот гаджет собрал на Kickstarter большие деньги в 2013 году. И пользователям обещали, что они получат практически смартфон на своей руке. И так и получилось. У него действительно был даже слот для сим-карты. Но эти часы были настолько огромными, настолько квадратными и настолько какими-то неуклюжими, что покупать их за 350 долларов желающих не нашлось. И гаджет тоже очень быстро растворился в череде других гаджетов, которые история просто забыла. Тостер для селфи. Уже звучит странно. Но в 2014 году на волне повального увлечения людей селфи американская компания Burnt Impressions выпустила такой тостер. И он позволял выпустить из себя хлеб, на котором будет выжжена ваша фотография. Выглядело это максимально криповато. Это было никому не нужно, поэтому этот тестер хоть и разошелся определенным тиражом, как игрушка, но после этого не имел никакой популярности. Да, сейчас есть тема печати фотографий на чашке с капучино. И с тостерами пытаются что-то делать. Но тот тостер, во-первых, сам по себе выглядел уродски. Во-вторых, то, что из нее выходило, выглядело по-уродски. И не было совершенно похоже на селфи. Да, и вообще, хорошо, что эта штука больше не производится. Терафуджа. Догадайтесь, что это? Это гибрид автомобиля и самолета. Эти эксперименты были, и они продолжаются. Но, во-первых, многие из них не вышли за пределы чертежей, то есть их нельзя считать готовыми продуктами. А какие-то из них получились довольно симпатичными. И парочка из них даже действительно летает. Так вот, это устройство было максимально уродским. Непонятный хвост, непонятный руль высоты. И вообще, в целом, непонятный дизайн. Эта машина выглядела, как такой ушастый запорожец, на мой взгляд. Поэтому лучше о нем забыть и просто не вспоминать. Туда же, к непонятным устройствам, естественно, я отнесу, да простят меня фанаты Илона Маска, Тесла Сайбертрак. Это вообще что такое? Что это за кирпич, сделанный из нержавейки? Делориан был красивый, хотя он был примерно таким. Но Тесла Сайбертрак, это непонятное что-то. Да, он стоит 40 тысяч долларов, хотя непонятно, сколько он будет стоить дальше. Да, он собрал пару сотен тысяч заказов уже сейчас. Но, во-первых, его производство постоянно откладывается. Во-вторых, он выглядит максимально по-уродски. Непонятно, как он будет себя вести на дороге. Вот эта оптика спереди, она непонятна, как будет признаваться в разных странах, потому что, скорее всего, во многих странах есть ограничения, которые не позволят пользоваться этим автомобилем. Да, и вообще у него плохая история. Вспомним то окно, которое разбил Маск на презентации. И давайте просто подождем, когда он выйдет. Но мне кажется, что это заведомо провальный и некрасивый продукт. Ну, а в конце, естественно, я не могу не бросить пару камней в адрес своей любимой Apple. И первый из них полетит в новый Mac Pro, который сделан как терка. Вот эти ужасные отверстия на передней панели выглядят максимально непонятно. Я видел этот компьютер вживую. Внутри он прекрасен. Если снять боковые стенки, там все просто отлично и замечательно. Работает он просто ма! А, но выглядит этот компьютер слишком своеобразно. И, наверное, все-таки не стоило его делать таким. Я понимаю, что это сделано для охлаждения, но, наверное, надо было придумать что-то менее экстравагантное. И да, предыдущий Mac Pro, который выглядел как ведро, тоже был очень своеобразным, хотя и интересным с конструктивной точки зрения. iMac G3. Туда же. Это был первый компьютер, который появился после возвращения Стива Джобса, когда молодой Джонни Айв нашел общий язык со Стивом, и они вместе придумали необычное устройство. Это был iMac G3. Он был прозрачным. В те времена много что было прозрачным из электроники. И это, может быть, тогда было актуально, но сейчас это смотрится максимально страшно. Хотя тот компьютер принес некоторые интересные вещи. Например, он очень сильно популяризировал USB. Если сейчас мы смотрим на макбуки и в них USB Type-C, вот тогда то же самое было с USB. То есть отказались от большого количества портов и разъемов, заменив их на USB. И мы до сих пор им пользуемся и говорим, где же он? Когда его нет. Ну а через пару лет вышел iMac G4, который выглядел гораздо более симпатично. Его еще тогда называли лампой Джобса, потому что он действительно был похож чем-то на настольную лампу. У него было основание, ножка, и из нее рос экран. И вот это устройство выглядело как-то более гармонично и более стильно, что ли. Хотя тоже оно было немного фриковатым. Ну а в конце мы не можем не вспомнить тоже максимально страшный ноутбук, который был сделан из какого-то на вид очень дешевого пластика. Я лично сталкивался с ним. И я подтверждаю, что вживую он выглядит, может быть, даже еще хуже, чем на картинках. Он был продуктом той же эпохи и был выпущен в 99-м году. Хотя, опять же, для своего времени он был прорывным. В нем даже был слот для SD-карты и EK-порт. А через год он получил обновление. У него появился DVD-привод, разъем 1394, и процессор стал мощнее, целых 469 МГц. Но по тем временам это, опять же, было очень круто. На этом у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете о самых страшных устройствах истории. Возможно, вы хотите что-то добавить, или поспорить со мной по какому-то из этих пунктов, сказать, что то, что я назвал, на самом деле является очень красивым. Дизайн очень странная вещь, и ее можно обсуждать. Пока будете идти к комментариям, не забудьте по традиции нажать лайк, колокольчик и подписку. Это очень важные кнопки, которые помогают каналу развиваться, а нам делать для вас интересное видео. Ну и, естественно, мы еще очень скоро увидимся. До новых встреч. Всем пока. Впереди много всего интересного.